Праздник удался, можешь, да, сказать? Ну, валидол немножко, но в конечном счете, да, удался. С началом сезона вас всех поздравляем. Работы прибавятся. Какие лично вы эмоции испытали, когда счет стал 3-2, когда Кулсевич забил? Ну, я все еще больше болельщик, чем функционер, поэтому огромную радость испытал. Для меня самое главное – побед судьба. Кулсевич Ярко напомнил о себе, сейчас есть много слухов о том, что он может покинуть «Спартак». Есть ли сейчас какой-то предметный разговор, допустим, об Италии или в другом чемпионате? Нет, мы очень хотим, чтобы он играл за «Спартак». Можно по поводу «Рожелю»? Агент сказал, что «Сосол» отказался продавать «Спартаку» из-за конфликта на Украине. Насколько это правда? Есть еще интерес к игроку? Мне сложно комментировать слова агента, что он имел в виду, что он хотел этим сказать. Мы действительно рассматривали игрока, на данный момент переговор закончен. Нет шансов пока. Я не вижу сейчас. Рассматривали ли у «Спартак» еще на позиции «Спартаку»? Я в прошлый раз отвечал на этот вопрос. Мы рассматриваем варианты усиления, но, как я говорил, есть смысл всерьез говорить о сделке только в том случае, если будет вариант, который действительно усилит. Сегодня «Зенит» официально анонсировал «Ранковича». С какими эмоциями вы видели это сообщение? Без эмоций, я думаю, о наших игроках, которые играют за «Спартак». Нет у вас ощущения, что вот эта история с «Ружерио» и с «Соло» просто выбивает больше денег? Что, условно говоря, если вы не пришли с цифрой 8, оффером, а пришли с цифрой 10, то история конфликта на Украине была бы забыта, и итальянцы попозали этот «Спартак». Что они, иными словами, вот этой историей просто выбивают у вас больше денег. Сергей, я не исключаю такую возможность. Я уже видел это в ходе некоторых других переговоров, когда нас в том числе используют для того, чтобы, как это называется, приподнять стоимость. Но в данном конкретном случае мне сложно комментировать еще раз, что в голове у человека, который это говорил. У нас было понимание, что мы близки к договоренностям, но вот они принят оглашение. Ну а официально прислали бумагу из «Соло», где был отказ? И была ли там мотивировка, или все, что мы знаем о Патронтрансфере, это из медиа? На данный момент мы просто остановили переговоры. Комментариев такого рода в документах у нас нет. Остановили переговоры. Они прислали бумагу? Или как это произошло? Я пытаюсь понять, возможно ли возвращение ваше к этой кандидатуре? Я думаю, что на данном этапе невозможно. То есть «Соло» проинформировал нас, что они не хотят протаркивать. Есть ли какие-то последствия после матча смягчили «Спартака»? На данный момент, как я понимаю, нет. То есть там были минимальные последствия для болельщиков, но, как я понимаю, все уже разрешилось. Болельщики отпущены, то есть работаем дальше. Сегодня ты взял Тео в Ангонде. Как вам новая игра? Насколько вы довольны? Ну, он относительно недавно с нами тренируется. Уже, мне кажется, определенный уровень показывает. Я очень надеюсь, что когда он вольется полностью в команду, то он даст еще лучший результат. Спасибо. Насколько вы довольны сегодняшнюю посещаемостью? Есть ли уже цифра какая-то, потому что не объявляли или я допустил? Сколько сегодня заветели? Точно не скажу, около 10 тысяч где-то примерно. Прям точно до человека не скажу, но говорили, что около 10 тысяч. Естественно, очень хочется больше. Ну, будем работать над этим. Каким образом? То есть вы видите возможность увеличения посещаемости без возвращения фанатов? Вы видите то ядро, которое может оформить фан-идеи, прийти, заплатить денег и заполнить стадион? Все-таки начало сезона меньше 10 тысяч болельщиков? Ну, вы знаете, что база болельщиков у Спартака самая большая в России. Я в этом убежден абсолютно, несмотря на славу некоторых других коллег. Ну, из Зенита. Да, да, да. Поэтому, безусловно, есть куда работать. И мы будем очень стараться и с точки зрения развлечения на стадионе, и с точки зрения качества, комфорта посещения арены. Понятно, что и с точки зрения спортивного результата будем стараться привлекать зрителей на стадион. На ваш взгляд, если говорить о последней игре сезона, вот сегодня точка отчетных 10 тысяч, какую бы вы посчитали хорошей цифрой для последнего матча на этом стадионе в сезон? Посмотрим. Я не хочу сейчас какие-то обязательства еще перед вами выступать. Мне достаточно, так сказать, много кипяев и так ставят. Но, безусловно, 10 тысяч – это не тот результат, к которому стремимся. Должно быть больше. Олег Александрович, сколько? Еще раз, конкретную цифру прямо сейчас не хочу называть. Но мы все видели, что в хороших матчах прошлого сезона было больше. Было и 15, и 18. То есть, надо стремиться... Рекорд, по-моему, Джилл Мадер был около 25, да? Но, то есть, если будет на последних игре сезона 25, это для вас станет... Это для меня будет очень хороший результат, да. Продали 3 тысячи абонементов всего. Это даже меньше, чем в прошлом году с чем-то. На самом деле, не совсем так. Там математика сложнее работает. В прошлом году из тех, кто купил абонементы и опором понайдит, было чуть меньше даже. То есть, около 3 тысяч тоже. То есть, примерно, в графике прошлого сезона работаем. Естественно, очень надеемся, что удастся еще увеличить продажу абонементов. Работаем. На сколько, коллеги? Можно еще? Ну, просто в РТК было видео с лучшими голами. А почему туда не попал Глушаков? Ну, все голы не вместишь. Мне этот гол очень помнится. Я его люблю, но все просто не впихнешься. Да. То есть, было вложено несколько голов в первых турах, самых красивых. И были отмечены другие игроки, но Глушакова почему-то не отметили. Так же, как его не поздравили с заражением. Почему? Коллеги, сложно прогоментировать. Наша медийная служба выбрала именно эти голы. Никакой симпатии или антипатии по отношению к конкретному игроку у нас нет. Ребята, я ответил. Еще вопросы есть? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!